Мы должны показать, что Брест – это город открытый, Брест – это город, в котором в этом году будут проводиться сотни мероприятий, очень интересных мероприятий, и Брест – это город, в котором мы всегда рады нашим гостям. Эти слова Александра Рогачука, наверное, одно из основных условий, соблюдение которого позволит дать новый импульс развитию не только безвизового перемещения иностранных граждан, но и в целом туризму и его важным составляющим. Гостиничные комплексы областного центра готовились к году тысячелетия серьёзно и осознанно, понимая, насколько велик будет поток приезжающих и что иностранцы ценят в сервисе. Стоит отметить, что большинство мест в комплексах города на майские праздники, а также на ряд важных дат, годовщину начала войны, освобождение Беларуси, День города уже забронированы. Мы уже сейчас провели рабочие встречи со всеми представителями нашего гостиничного бизнеса, всех форум собственности. И они отмечают, что практически на май месяц через Букинг и другие, как говорится, сети заказаны места почти 100%. 22 июня становится всё более знаковым мероприятием, приезжает очень много туристов. Естественно, День города, естественно, мероприятие по тысячелетию. Поэтому вот эти уже, как говорится, даты практически вбиты в историю нашего города. И это опять же туризм, это опять же наши гости. По-моему, это очень здорово. Мероприятия, посвященные тысячелетию, начались в городе ещё в январе. В целом, большая программа включает не одну сотню праздников, выставок, творческих встреч. Однако, пик торжеств приходится на сентябрь. На официальные мероприятия уже приглашены иностранные делегации. В первую очередь, городов-попротимов. Естественно, самые пиковые мероприятия – это сентябрьские мероприятия, посвященные тысячелетию. Мы планируем и прогнозируем большой наплыв туристов. И гостиницы будут заняты не только лишь в городе Бресе, но и вокруг все агроусадьбы, ну и, соответственно, и квартиры, которые люди сдают как форму своего бизнеса. Мы всем по братьям, а их у нас 32, уже отослали приглашение. Пожалуйста, приезжайте. Организаторы праздничных мероприятий афишируют только некоторые особенности программы. Кое-что все еще остается в секрете и будет раскрыто только ближе к знаковой дате. Также постепенно, шаг за шагом, город приобретает новый образ. Работы идут на знаковых стройках города – в западном обходе и Кобринском путепроводе. Расширяется транспортная инфраструктура. Проводится капитальный ремонт домов и дворовых территорий. Новое тысячелетие в новом амплуа. Новое тысячелетие в новом амплуа.